Добрый вечер, друзья, родные, как сказать, в этот трудный час для Армении. Мы запустили общение по теме выживания и безопасности, то есть первой помощи при боевых действиях, тематика разговора будет в этом направлении. Но прежде хотел бы я представиться. Значит, Арутюн Албандян я нахожусь сейчас в Москве, но живу и работаю в городе Краснодар. Я врач ультразвуковой диагностики, врач-хирург и клинический специалист по ультразвуковым технологиям хирургии. Что хочу сказать, что та беда, которая пришла на мою родину, она меня подстегнула понять, кем я могу быть полезен для моей родины. То есть в течение первых двух-трех дней, находясь в командировке, я получил информацию от своих близких, знакомых из мира медицины, из мира медооборудования, что тема первой помощи, первых средств спасения на поле боя очень важна. И если начинается масштабная война, при которой большая травматизация, большое количество погибших, эти средства очень быстро заканчиваются. К сожалению, уровень подготовки, ну не готов обсуждать, но есть явные посылы, что американская, натовская армия, даже турецкая подлая армия, они в плане тактической медицины, первой помощи лучше оснащены. И поэтому я оперативно выехал в Москву, создал гуманитарную миссию, назвал ее «Ранец спасения». Что означает «Ранец»? Я имею в виду эту аптечку первой помощи, которую боец имеет при себе. Я полностью ознакомился с этим миром, то есть я в течение быстрого времени выявил основных производителей, основных дистрибуторов, которые занимаются этой тематикой. На самом деле это очень узкий специфический рынок, то есть это не рынок обыкновенных лекарственных препаратов, которыми снабжаются больницы, поликлиники, просто когда люди покупают, это невозможно купить в аптеке и найти даже в больнице. Понимаете? То есть это специфика, связанная с армией. Поэтому, проведя быстрый анализ, я начал формировать команду. В Москве существует русская медицинская корпорация, одним из ее направлений является именно продажа средств первого спасения на поле боя. Я познакомился с директором, это человек, который был в Анголе, в горячих точках, это его увлечение. То есть он имеет сертификацию от ведущих производителей мира, то есть такой компании, как Сайлакс, о которой мы чуть позже тоже поговорим. И получив от нее информацию, я понял, что нашей армии нужно в этом направлении очень сильно гуманитарно помогать. Помогать в плане и поставок быстрых этих средств, и обучения. И у этого дистрибутора я познакомился с Пиэллоэном Рафиком. Это врач-стоматолог, у которого есть сертификат врача медицины катастроф. Он знаком с этой работой. Он, оперативно купив первую партию этих спецсредств, которые это гемостатики, это жгуты специализированные, непростые, он выехал в Армению. Выехал в Армению, оперативно выехал в Арцах, обеспечивал первый батальон или взвод, то есть он раздал санинструкторам. Этому были рады. В принципе, провел определенный показ. И он сейчас координатор нашей миссии и других миссий в Ереване. Он сейчас в контакте с и Минобороной, и Минздравом, потому что, к сожалению, война привела к логистическому хаосу. Можно сказать, что неожиданная война. То есть и в этом плане мы все хотим помочь, но получается, как в русской басне, лебедь, рак и щука. Поэтому наша задача, координируя все наши действия, кумулируя определенные финансовые средства, эффективно, экономично тратить и доставлять это на поле боя. Вот это задача. Потому что, как и в любой стране, в Армении присутствует бюрократия. И бюрократия, она присутствует и в Минобороны, и в Минздраве. Да, понятно. Они получают, они хотят это отсортировать, то есть понять логистику. Но время не требует. И мы, как муравьи, должны помогать им и даже, как сказать правильно, способствовать оперативному, самостоятельному доводу всех средств нужных на фронт. Вот это то, что я хотел в своем представлении сказать. Но дальше мы будем тоже разговаривать. Продолжение следует... Я думаю, что это не так, что это не так, что это не так. Продолжение следует... Мы постараемся быть полезными в этом направлении, потому что мы будем развиваться. Вот я, честно, есть АСАРАК, установка АПЖИЧКЕ, но я хочу продемонстрировать, что все 17 дней, которых я нахожусь в Москве, по вечерам, возвращаясь после проведенной работы, я изучаю вот это. Я изучаю американскую систему Damage Control, то есть это стандарты, протоколы американской армии, натовской армии, которые требуют обязательного обучения. 250 часов в год западный солдат изучает, как себя спасти сам, как спасти друга. К сожалению, у нас остались нормативы еще Советского Союза. 2,5 часа в год, понимаете? И у нас, так как наша армия небольшая, каждая жизнь цена... Я просто приведу вам один пример, вот я вычитаю. Исторически примерно 20% раненых солдат умирают во время боя. И 90% из них умирают до того, как получат помощь в медицинском учреждении. То есть, если ему не наложат правильно жгут, не закроют дырку, чтобы у него не формировался пневмоторакс, он умирает, его не успевают. А если все правильно сделали, но мы дальше еще об этом поговорим, у него есть шанс выжить. И шанс высокий, понимаете? Поэтому мы об этом сегодня будем говорить, с демонстрацией, с показом. Мы привлекли профессионалов российского рынка этих средств, услуг. Я видел, как тренируется спецназ. То есть, я для себя открыл определенный мир. И поэтому я надеюсь, что с этим открытием, с этими поставками наши солдаты будут защищены. Саятчан, с по-выцейбе. Субтитры сделал DimaTorzok 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 То есть следующий видеоклип, это советскую мы посмотрели, то есть получается, то есть ты первую включил? А, да, я извиняюсь, это была вводная часть, немножко запутался. Следующая мы покажем, это была вводная часть, первый клип, я извиняюсь, немножко запутался, а следующий клип, включая САЯТ, это именно то, что было в Советском Союзе и частично сохранилось сейчас еще до сих пор войсками. Продолжаем разговор про то, что есть сегодня и не сильно эффективно, вот специалист нам покажет. Вот то, что сейчас, как правило, закупается на армию, пакет перевязочный, индивидуальный, в резиновой оболочке, он, конечно, на тот момент... Не, 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 это не тот клип. ...сорош, но сейчас, вот, я думаю, каждый для себя сам решает, насколько это высокоэффективно в 2020 году. То, что сейчас стоит на снабжении у всех западных стран, у всех армий мира, это что-то подобного типа. САЯТ, если чувствуешь давление, предыдущий клип до этого. ...вспективнее, впитывает намного больше крови, за счет давления, и аппликатор давления останавливает кровотечение в десятки раз. Вот ты иди по хронологии, как я тебе клипы прислал. Давай, я самую. Да, петь. Первый, потом второй, второй клип. Вот именно, да. Это не тот, ты включил клип. ...в yellow amazing book. В данном... В данном стcidos расскажут о... ...системе в... ...социдский, именно, военных аптечек... ازаканцев, советских именно, ...надо, в видео мы показываем, аптечку используемое в СССР, ...аа сика... ...все, он может быть одним из... ...на тот момент мы были, если не лучше, то теперь иди планеты всевacia. То есть на данном видео мы показываем аптечку, используемую в СССР, советской армии. Сильно критиковать не будем, но смотрите, что на самом деле есть. Некоторые виды, конечно, не такие, это совсем старые. Но некоторые аналоги этого, типа ранец врачебно-медицинский, из-за более-менее отклонениями... Когда мы говорим, нас не слышат, да? Перевязывающие пакеты, марлевые, руды советского образца не такие, а более широкие, Эсмарх и Лангенбека и прочее подобное. Но это морально устаревшее. Лет на сто примерно устаревшее. Вот это сообщение для понимания. Ну пусть он закончит. Я что вам хочу сказать, что данная аптечка и те аптечки, которые есть у наших солдат и в российской армии... Ну, в российской уже частично в большинстве произошел переход на новые. Ну вот сохраняется эта тенденция морально устаревших технологий, средств, которые неэффективны. С учетом сегодняшней травматизации высокоточных средств уничтожения, понимаете, то есть у солдатов остается очень мало шансов. Если он не оборудованным и не обучен, и при этом нет этих средств. Поэтому мы сконцентрировались на этом. Следующий клип. Мы начнем с того, что специалист покажет... Следующий клип. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я просто небольшая фабула Я параллельно провожу определенный анализ потребностей Допустим, наша армия, как мне специалист сказал, мы приблизительно поняли, какое количество солдат И вот то, что мы отправили на сегодняшний день, да, мы не на маленькую сумму отправили, наша гуманитарная миссия, были меценаты, был человек, который купил большую партию, отправил, да, это всего 5-7% обеспечения этой армии в течение пяти дней боев, понимаете? Вы не представляете, вы не представляете, какое количество уходит этих израильских бинтов, перевязочных пакетов, вы не представляете, каждый пакет стоит в среднем в продаже 50 долларов, понимаете? Ну, это лирика, давайте вернемся к следующему клипу. Включай, Саят Джан. Я, В Gina, Жоржан, сoscет по Азербайджанске, я вам был по-друге очень активен, с которым я потенял себя травморку, которую вы решили на нем сняти大的 которые вы получили. Вы знаете, что вы думаете, что вы делаете, что вы думаете, что вы снятили с тем, что вы думаете, что с тем, что вы думаете, повесные другие. Вы можете, мы взяли,body, потому что вы думаете, что вы думаете, что вы думаете. не отверстия аптечек первые леса основное это кровоостанавливающий жгут или турникет раньше это была резина такого образца или образца пошире как всем известный жгут эсмарха у него есть определенные недостатки он дубильниками чуть куда основной или он трескается на иктор берега особенно дозировано что внутри то есть его или наложил или снял он рвется он очень сильно прокалывается от какие-то острые предметы в полевых условиях это особенно важно камень сучья деревья ветки пересеченка и прочее сейчас им на замену пришли жгуты турникетного типа так называемые жгуты турникеты они есть разных форм-факторов есть металлической фурнитуры с железкой есть пластиковые которые на морозе устойчивые и по форм-фактору они отличаются степени наложения одни из них представляют собой жгуты пряжного типа ты можешь его в пряжечку вставить и вокруг любой конечности любого диаметра на любого военнослужащего вложить другие представляют из себя из белка пряжки типа брючного ремня на какую нужно степень ты регулируешь открываешь формируешь петлю после этого турникет складывается выбирает либо подсумок под турникет куда-нибудь на разгрузку либо в аптечку он кладется ты его кидаешь надеваешь вытягиваешь и пошел закручивать палочку вороток турникеты есть разные качества разного что из серии брать каждый решает сам для себя но пожалуйста думайте да перед тем как что-то покупать смотрите на использование вот по ширине стропы например просто подумайте какой из них намного больше шансов порваться имеет если его будет крутить рослые двухметровые военные детина лучше выбрать вот это пошире ну да да скажем так каждый решает сам для себя что я думаю что здесь у меня нет это не так вот я думаю что у меня нет То есть в Советском Союзе был вот этот американский широкий жгут был создан, но потом американцы эту технологию взяли, более сделали совершенной. То есть в чем самая главная задача вот этих армейских жгутов? Они выдерживают большое напряжение, они мобильные, то есть их можно использовать в разных условиях, и они с большой надежностью останавливают мощное кровотечение в таком ракурсе. Так. Саятчан, мне Варгянам, я могу сказать, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете, что вы делаете. Что такое перевязочный пакет? Раз, два, три, четыре. Пятое видео. Включи, пожалуйста. Продолжаем разговор про то, что есть сегодня и не сильно эффективно. Специалист нам покажет. Вот то, что сейчас, как правило, закупается на армию. Пакет перевязочный индивидуальный в резиновой оболочке. Он, конечно, на тот момент, когда его создали в СССР, в Масе разы в раме, в СССР, то есть он, как правило, закупается на уровне высокой эффективности в 2020 году. То, что сейчас стоит на снабжении у всех западных... А, да, это аптечки мячей, это есть чувством. Повязка с аппликатором давления, которая в разы эффективнее, впитывает намного больше крови. За счет давления и аппликатор давления останавливает кровотечение в десятки раз... СССР... 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 Смотрите, уважаемая аудитория, да, следующая основная часть любой аптечки, да, это кровоостанавливающие средства. Сейчас наш специалист, он вам прокомментирует, Без этих средств, без использования их с учетом применения жгута, то есть смертность достигает 75%. То есть первые 5-15 минут начавшегося кровотечения. Мяцарёв. Нинка мегападня. Следующая группа, специалист показывает именно кровоостанавливающие гемостатики, вот на миникенах мы... Гемостатические средства, это средства для экстренной остановки кровотечения, как правило, они входят в любую аптечку военного образца. Почему? Потому что если человек где-то получил повреждение в городе, время прибытия скорой, короткое, к нему приедет врач на машине с полным оборудованием, все его сделает, вылечит, отвезет в больницу. Если это какие-то поля, то если там что-то произошло, его никто никуда не унесет. Процесс эвакуации это минимум несколько часов, пока его до какого-нибудь соседнего военного госпиталя возьмут. А если это какие-то леса, поля и долгая эвакуация, то человек будет истекать кровью, либо пока ему кто-то не окажет помощь, либо пока он там не умерет. Гемостатические средства современные есть различных образцов, есть форме бинта, и перечисленные сутки, 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 но в том, что мы не знали, что мы не об этом. Этот парашок при контакте сход, максимально в лубоков, очки кровотечения запихивает, превращается в сгусток, сгусток кровотечения. Так же, скажем, энергия, это не менее, что мы не знаем, как это касается приближегатора, а потом в куху, а потом в куху или деках. Апликатор, как какой-то сутки. Аппликатор это то же самое в форме шприца Ты его сразу вводишь Это не всегда эффективно Потому что если у тебя ранение небольшое Маленькое Аппликатор примерно такого размера диаметра Ты вставляешь его в рану И раздракониваешь рану еще больше Здесь надо думать На этапе лечения ему возможно будет хуже Некоторые врачи-хирурги будут ругаться Потому что потом зашить рану вот такой размер И зашить маленькое пылевое ранение Если это какой-то издалека или маленький калибр прилетел Это намного разные вещи Поэтому тут каждый решает сам для себя Все, Мегель Следующее видео Это следующая причина Частой смерти Воина После полученных ранений Особенно в грудную клетку То есть именно в грудную клетку Это пневмоторакс То есть при пулевом или осколочном ранении Грудной клетки То есть происходит скопление воздуха В плевральной полости Которая приводит к частичному или полному Коллапсу легкого То есть легкое поджимается И оно перестает работать То есть не происходит насыщение Кислородом кровью Понимаете? То есть это 25% смертей на поле боя То есть вовремя не закрыта эта дырка Вовремя не переведенные Есть несколько типов пневмотораксов Клапаны, которые надо перевести в открытые И надо закрыть То есть есть тоже спецсредства И это надо уметь делать И каждый солдат должен знать Эти три кита спасения То есть первое спасение Это гемостаз Второе это борьба с пневмотораксом И третье это с асфиксией То есть если это все сделано правильно То есть выживание солдата достигает до 100% Прошу включить видео Следующий клип посвящен средствам Которые способствуют борьбе с пневмотораксами Которые возникают после ранения Осколочных, пулевых и штыковых Что такое пневмоторакс? Пневмоторакс это скопление воздуха в грудной клетке Например если у человека что-то пролетело Может быть острый сук Может быть чья-то пуля Легкое начинает схлопываться Из-за обилия скапливающегося воздуха Например вот здесь у человека есть дырочка Вот она здесь и заимитирована Человек когда вдыхает Он делает вдох Отсюда с улицы Засасывает воздух внутрь грудной клетки Не через нос, не через дыхательные пути Соответственно выходить воздух никак не может Он только входит Из-за этого легкое, которое распрямляется Как воздушный шарик и сжимается Оно постепенно начинает угнетаться и схлопываться Человек не может дышать У него начинают учащенное дыхание Так называемое собачье и прочее подобное Для этого изобретены специальные наклейки От пневмоторекса Потому что пневмоторекс является второй или третьей причиной смертности на поле боя Наклейки выпускаются различных видов Они комплектуются как правило В военной аптечке В лошадном виде Вот они залепляют эту дырку Некоторые из них вентилируемые Через них воздух выходит Как на картинке показано Некоторые нет Как вот здесь вот То есть это просто Если за неимением лучшего Можно использовать обычные Почему советские образцы так любили Перевязочные пакеты Они прорезинены Ими можно было закрывать просто так Заклеивать скотчем с разных сторон И получать своеобразный импровизированный коллапс Сейчас это есть в готовом виде И изобретать колхоз в полевых условиях не нужно Окей То есть есть производство данных пластырей Есть пластыри различных видов Есть импортные Есть американские Есть наши Наших очень мало Потому что американцы все-таки впереди планеты всей Но по форм-фактору они абсолютно как бы разные А вот это американские Можно его увидеть Вопрос в эффективности в принципе не стоит Супер То есть с учетом даже если ключица То есть всех моментов То есть он очень мобильный Его можно налепить на любую Часто грудной клетки Как правило это только верхняя часть Окей Спасибо за информацию Друзья Хотел бы Следующую Следующую Видео будет посвящено Именно демонстрации средств От остановки дыхания Борьбы с асфиксией Наш специалист вам это расскажет То есть с нарушением дыхания То есть когда солдат потерял сознание То есть он не дышит Его надо раздышать То есть надо ему ставить трубку в нос То есть И про средства ожогов То есть наш специалист вам прокомментирует Сайджан ставь следующее видео Следующая группа средств Находящихся в аптечке Это сопутствующие средства Которые уже не так важны Как средства первой экстренной помощи Типа остановка крылотечения Устранение пневмоторакс и прочее Например устранение непроходимости дыхательных путей Если человеку что-то пролетело Если он упал в обморок Ему в нос вставляется трубка подобного образца Через нее он дышит Если человек без сознания У него может запасть язык в небо Может еще что-то произойти Это борьба с асфиксией Тут он как бы никуда не денется Он будет жить Даже если во время эвакуации В госпитале или на транспорте Его куда-то перевернут Он как-то упадет Он примет неудобную позу Даже если язык западет Он будет жить Он будет дышать То же самое и с средствами от ожоговых ситуаций Они выпускаются в различных видах Это тюбики с гелем Это средства в виде повязочек Маленького образца Большого образца Очень большого образца Я уже показывал для танкистов Варежки Для глаз На руки, на ноги Различного размера То есть от проникающих ранений Вглубь термических Они устраняют Они не дают Это огнеметные поражения Любые термические Напалм Они не дают килокалориям Распространяются вглубь Они их оттягивают наружу И распространяют в пространство Окей Слушай, Саят, конечно Я извиняюсь Для армянской аудитории Хочу сообщить Что нас смотрит И русская аудитория Поэтому ваши просьбы Но я не могу Параллельно Если надо Могу и повторить На армянском Но я так понимаю Что в Армении Все-таки русскоязычного Русскопонимающего Населения много Поэтому, друзья У нас задача Показать Что есть Что применяется И мы постараемся Я вижу ваши комментарии Но, конечно Меня убило Запасайтесь подгузниками Это вам больше Поможет Ну, ничего Ильчинчян Посмотрим кому Даже не Можете варить Параллельно Параллельно Мога аудитория Кто нас смотрит Все, конечно Экспромптом В экстренном режиме Я думаю Когда наш сайт Наш ресурс Многое заработает Я еще раз говорю Мы не занимаемся Оружием Мы не занимаемся Мы гуманисты Мы за спасение людей И даже Даже та аудитория На той стороне На той стороне Что смотрит Это для вас Тоже важно Понимаете Задумайтесь Задумайтесь Что такое смерть Что такое терять Своих детей И что такое Безумная Тупая война Которая вами Начата Это для вас Если бы Это той стороне Интересовало бы То сейчас Свиньи бы То стоять У них все вырублено Они что Ничего не слышат Понимаешь Они же Даже их Их супер президент Их вырубил Супер демократичный Азербайджан Называется Ладно Это лирика Значит Хотел Очень интересное Видео Друзья Самый Еще интересный Момент Когда Солдат Попадает Солдат ранен Он обездвижен И к нему идет На помощь Его друг То друг Должен уметь Быстро Получить доступ К месту ранения Очень простая вещь Я был удивлен Я увидел Американские Тактические ножницы То есть Ножницы Способны За раз Всю одежду Порезать Крюком Снять И сделать Быстрый доступ То есть Очень И при том Они могут Кожу Даже При мне Порезали Монету Она Порезала Ее Значит Что хочу Вам сказать Включай Сойдем Следующее Видео Рассказываем Да Остальные Вещи Это уже Так называемые Про Тактические Ножницы И Слез Тактические Медицинские Ножницы Для чего Они Предназначены Они Предназначены Для разрезания Одежды На Пострадавшем Потому Что Любую Даже Самую Твердую Ткань Они Режут Как Нечего Делать Бытовые Ножницы Так Не Сделают Даже Толстые Ботинки Даже Что То Еще Различные Разгрузки Экипировочные Системы То Что На Человеке Много Навешано Когда Его Ранили Ему Просто Все Это Срезаем Время Потому Что Нужен Доступ Грудной Клетки К Абдоминозе Вот Тактических Ножниц Нужно И Прочие Подобные Средства Фиксации Подвернул Ногу Фиксанул И Можно Еще Топ Это Для Чего Угодно Например Когезивный Бинт Он Липнет Сам На Себя Можно Его Вот Так Сделать Как Изолента Он Сам Себе Не Склеивается И Можно Повязки Поверх Фиксировать Потому Что Надо Чем Три Зафиксировать Гемостатики Фиксировать И Что Угодно Прочь Значит Вот Вы На Данном Видео Увидели Что Большинство Средств Они Не Сложные Они Разработаны Именно Даже Вот Форма Ножниц Форма Лезвий Это Мы На Экране Видели Китайский Аналог Американский Американские Ножницы В среднем Стоят До 200 Долларов Они Могут Стоить Средний Вот Такой Ранец В цене Получается При Оснащении Армии НАТО США От 500 До 1000 Долларов В принципе Можно Достичь Замены Аналогами Российскими Других Государств И Средняя Стоимость Аптечки Может Снизиться До 200 Долларов Понимаете То есть Потому Что Ну В зависимости От того Чем Ты Начиняешь Вот Я Вам Показываю Израильский Бинт С гемостатическим Средством То есть В продаже Стоит 3300 Рублей Мы Его Покупаем За 2300 Понимаете Добиваемся Скидок Там И так Далее Вот Посмотрите Российский Аналог Ой Я забыл Честно говоря Он Стоит В районе 1200 Рублей 1300 То есть Можно Проводить Замену Конечно Это Мировой Лидер Понимаете Но Не доказано При поле Боя Если Все делается Правильно И вовремя Нормальными Средствами Человек Спасается Это Вот Один Момент Я хотел Следующие Видео Они Посвящены Мешке Выживания И Термоспальнике Очень важная Вещь С учетом Что Азербургская Армия Очень Хорошо Использует Тепловизоры Эти Заразные Которые На 6 Километрах Летают И Все Видят И Бомбят Ребят Мы научимся Их тоже Уничтожать Не волнуйтесь Уже научились Вопрос Не в этом Ну Во первых Если это с точки Звания Военного Назначения Это термоспальник Если человек Его одел Тепловизор Его не увидит Потому что Он уже тепло Не выпускает Понимаете Но У него Еще Другая Другая Задача То есть Если Человек Ранен То есть Надо Сохранить Тепло Надо Чтобы он Не терял Тепло Не охлаждался До Включай Видео Сайджан Там Наш Специалист Уже Объясняет Следующее Они выпускаются Мешки спасения Да Да Они Почему У вас Арарат Нарисовано Арарат Нарисован Классно Это наша гора Тут Очень важно Очень важно Именно по качеству Материала Попробовать Почему Потому что Он есть Разный Самые дешевые Китайские Оделы Они у нас Шуршащие Они у нас При резком Рывке Рываются Они очень плохо Держат Они тоненькие Самые лучшие Это Самые лучшие Это Как правило Великобританские Но у них Есть аналоги То есть Вот эти Они Уже Из другого Материала Они тянутся Они не рвутся Они выдерживают Смотрите Разницу Они не шуршат А британские Вообще Не рвутся Британские Вообще Трехслойные И самое главное Они могут Маскировать От тепловизора Ну Лично Не пробовал Обещать Не буду Если в несколько Слоев Могут Ну и партию Британских Отправили Вот таких Отправили Большие партии Мы отправили В Армению Маманиньки Отправили Все есть У наших Ребят Ты что Набашистки Крест Разорвали Исну Отправили С Исней Можем У 2 41 42 45 48 48 Plant 4 5 4 1 2 4 2 3 2 2 2 4 5 4 Да, я не знаю, я не знаю, я не знаю. Можно я добавлю, да, я просто мое мнение скажу, что на сегодняшний день я хочу одно сказать. Мы готовы это делать регулярно, быстро, эффективно. То есть задача только стоит за финансированием. Господа меценаты, где вы? Я 17 дней вас не вижу. Мне помогают простые люди, простые люди, которые отправляют кто 500, кто 1000, кто 5000. Не, были, которые крупные суммы давали, ничего не могу сказать. Но для этого проекта, для того, чтобы мы нормально, эффективно работали, не распылялись, нам нужны вы. Появитесь, пожалуйста. Мой телефон указан, я вас жду. Все прозрачно, честно. Все документы здесь, по отчетности. Придет время, после победы я вам все покажу. Подожди, подожди, сейчас я точно это, подожди, сейчас мы посмотрим. Про нургисты сказали, про спальни, да, давай вот это. А это что такое? И то, что еще может входить, это очень-очень много всего, здесь всего не покажешь. Но, например, различные средства для хирургической помощи, первый. Различные средства для инфузионной терапии. В них, как правило, входит катетер, перчатки, трубка для установки капельницы, конюли и прочее подобное. То есть оно компактно размещается в подсумке и военнослужащие его с собой носят, если кому-то что-то пролетело в инфузионную терапию заместительную сделать. То же самое и со средствами эвакуации. Например, вот эвакуационная спропа крепится на экипировке, выбрасывается, крепится к бойцу, бойца вытаскивают из опасного, из-под огня, из опасного места. И таких средств на самом деле миллион, но это уже не в индивидуальную аптечку, а уже в какие-то групповые наборы или в общем. Вот такие большие групповые наборы. Они есть разные, есть сумки. Да, я видел и американские, и наши разработки, и так далее. Вот вы в конце обратили внимание, то есть вы увидели большую такую сумку. Понимаете, вот в американской армии, в натовской армии, то есть в определенных войск, да, я немножко в армейской терминологии, но батальон, взвод, отряд, да, у них есть выделенный фельдшер или санинструктор, выделенный врач. И то есть я видел, чем они оснащаются, это просто фантастика. Там открываешь там и мешки амбу, там малый хирургический набор, там, то есть в военно-полевых условиях, то есть тоже могут и соперировать, и все сделать. Поэтому, ну, я как бы сконцентрировался пока на солдате, на помощи солдату. Ну, наша команда ранит спасение, то есть она именно концентрируется на вот этом моменте. А в будущем, конечно, мы будем работать и над темой оснащения врачей батальонов, взводов, то есть у которых есть специализированный ранец, и этому посвящено следующее видео, последнее, включи сайджен. Значила съемка. Одноямочный ранец предозначен как оснащение санитарного инструктора или фельдшера полевого подразделения. Ну, рассчитано на оказание помощи где-то десяти раненым. Характеризуется переменным объемом. Значит, вот здесь есть блоки, да, которые излетаются, представляют из себя конкретный подсумок, скажем, один вот там противожоговое средство, один перевязочное средство. Если нам нужно резко увеличить объем красивого имущества, мы эти подсумки перевешиваем на внешнюю сторону и высвобождаем внутреннее пространство. Это чисто наша российская разработка, да? Это наша разработка. Да. Вот. Содержит все необходимые средства оказания помощи, собственно, в боевых условиях. Окей, все, снял. Сайджан, ну, что я хочу сказать. Вот этими видеороликами, данным общением я хотел обратить внимание на ту важную часть, что оказание первой помощи на поле боя – это очень важно. понятия еще нарожают, нашей армии не подходит. Да, любой армии не подходит. Любая смерть на поле боя, я не знаю, это… Что я хочу сказать. Поэтому, кто меня видит, кто меня слышит, наша команда ранит спасение, имеет гуманитарную миссию. Миссию развития технологии спасения. Спасение пострадавших, раненых, от огнестрельных, оскольчатых, разрывных травм и так далее. Вы знаете, я, когда начал свою работу, один из дистрибуторов, очень… Вот этот инструктор, не последний, а который изначально был, молодой парень, очень интересный. Вы знаете, я обнаружил, у него логотип, вы не поверите. Вот посмотрите, Сайд, видно? Наша гора Рарат, понимаете? И я все время думаю, что ангел-хранитель, он с нами, с армянами. Мы одна из древнейших наций мира. У нас богатая культура, история. Я думаю, что вот очередной виток истории, который привел нас к этой ситуации, он должен быть справедливым по отношению к нам, и мы должны победить. Друзья, прошу вас, если есть возможность, мою информацию отправляйте о нашей гуманитарной миссии, о наших целях, отправляйте всем тем, кто неравнодушен. Знаете, выделенные вами средства, они будут эффективны и до конца потрачены на приобретение этих средств спасения. Еще раз говорю, мы гуманитарная миссия, мы не покупаем оружие. У нас задача дать то, что спасает. Поэтому и призываю серьезных меценатов обратить внимание, армянских меценатов, на работу нашей гуманитарной миссии. У нас уже есть сайт, у нас есть инстаграм, у нас есть команда единомышленников. Поэтому я не стесняюсь сказать, помогите, дайте возможность эффективно работать. Работа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...